Очень интересная игра. Я думаю, что болельщикам понравилось. Много борьбы, бескомпромиссная борьба была. Мы понимали, и футболистам сказал, что кубковых матчей легких не бывает. И результаты такие, как я понял, есть интересные. И то, что фавориты в кубке только на бумагах, на самом деле, что жизнь раздоказывала, что это не так. Понравился факел. Понятно, что когда играешь с командами ниже класса, то бишь ФНЛ, ясно, что они играют от сердца. Потому что проиграли, и никто не будет их в чем-то обвинять. Потому что все-таки ФНЛ и премьер-лига, разница есть. Выиграли бы, были герои. И мне команда понравилась. Факел, это не то, что я сейчас скажу, то, что мы выиграли, как бы льстить начинаем. Но, скажу, что факел на своем месте. Но я думаю, что у них дела будут поправляться. Коллеги, вопросы ваши по игре? Да, пожалуйста. Игорь Геннадьевич, скажите, пожалуйста, два гола от защитников. Острота в основном, все опасные моменты от полузащиты, в основном, функции нападающего сегодня были все-таки как-то оттяжку делать? Да, нет, наоборот, затягивать оборону соперника, к себе вглубь, в глубину. То есть вы удовлетворены? Результатом, да. Игра не совсем некоторых футболистов. Еженедельный игрок Вадим Федоренко. Игорь Геннадьевич, вы три матча не могли победить в чемпионате в связи двух очень важных тяжелых выездов в Краснодар, в Локомотиву. Эта победа должна нам такой психологический, наверное, импульс передать всей команде. Будем надеяться, что любая победа, даже после любой победы, восстановление даже быстрее проходит. И эмоциональный подъем должен быть. Но есть у нас еще время до воскресенья. Сейчас самое главное нам восстановить футболистов, потому что вы сами видели, что приехал почти основной состав. Почти. Некоторым дали отдохнуть. Вы знали, что для футболистов вашей команды Сергея Ткачева это особенный матч. Он на этом стадионе начинал свою профессиональную футбольную карьеру. Если не секрет, что вы ему говорили перед тем, как он выходит на поле? Там секунд 30, на самом деле. Понимаете, я вообще и Сергею хотел отдохнуть. В сегодняшней игре. Просто игра подсказала, что он поможет. Он мог сам забить. Как сегодня была поддержка тульских болельщиков? Такая, можно сказать, зажигательная. Вот как? Ну, даже это не обсуждается. Тренерами сидели. Лично я поглядывал. Болельщиков много приехало. Все-таки путь долгий. Четыре часа тоже. Но я также эту победу и с ними разделяю. Большое спасибо им за поддержку. Потому что второй тайм они заставили бежать в команду и добиться успеха. И плюс, как я понимаю, это в дерби, да? Есть такое, да? Небольшое в дерби. Чем разе. А футболисты чувствовали эту принципиальность? Ну, понятно, что, конечно, класс сейчас сразу фалькового арсенала. Но с времен еще первого дивизиона противостояния фалькового арсенала это было такое знаковое противостояние. Болельщики противоборствуют. Ну, я не знаю насчет иностранцев. Они не в курсе, наверное. Но я думаю, что и футболисты не все об этом знают. Я тоже не знал, мне сказали. Илья Федорович, ну если чуть более подробно рассматривать игру, помимо того, что Факела боролся, спрялся за каждый мяч, чем команда смогла вас удивить сегодня, может быть, в тактическом плане? Ну, в тактическом, да, что они вышли в тридцентральный защитник. Ну, и когда приехали, увидели состав, поняли, что будут играть в тридцентральный защитник. Плюс сама отдача была у них дошкаливая. Но нас как бы это не удивило, но перестроились, футболистам сказали, что тридцентральный защитник, я так понимаю, вашим первый раз вообще играется по такой схеме. Не первый, а первый раз. Не, ну, чтобы мы видели последние игры. Последние, да. Давайте заключительный вопрос. Игорь Иванович, ваше поколение сейчас практически приходит на смену старшему и возглавляет куб клуба ФНЛ, премьер-лиги. Когда вы играете, планируете матч со следующей командой, подготовку вы обращаете внимание, кто тренер команды, с кем играли одна клубника или наоборот, какие-то с игровских премьер-противостояния? Да нет, ну, такого я ко всем прекрасно отношусь, коллегам, кто старше мне, с большим уважением. С кем играл я, против кого играл, мы все равно друзья. А так я не смотрю, кто тренер, я и так их знаю всех. И меня знают также, как прочитанные книги. КОНЕЦ